Бывают такие задачи, в которых, казалось бы, незначительное изменение условия приводит к тому, что нам приходится полностью менять как модель изучаемого явления, так и методы решения задачи. И хорошим примером такой ситуации является задача про балку, которая сейчас лежит на двух опорах. И ясно поэтому, что ее вес поровну распределен между этими опорами. А теперь я возьму третью опору и поставлю ее ровно посредине под балкой. И эта третья опора сейчас короче, чем крайний, так что она не соприкасается с балкой и вес балки по-прежнему поровну распределен между крайними опорами. Но теперь давайте я подниму среднюю опору. Вот она сейчас коснулась балки и крайние опоры уже немножко разгрузились. А если я подниму ее выше, то весь вес балки приходится теперь на среднюю опору. Ну и теперь мы можем поставить теоретическую задачу. Если мы возьмем три опоры, которые выровнены по лазерному лучу, и возьмем совершенно ровную, однородную балку и положим ее вот так симметрично на эти опоры. Как же распределиться нагрузка между тремя опорами? И оказывается, что ответить на этот вопрос не так-то просто. Для этого приходится делать разные допущения, о которых мы сейчас и поговорим. И, быть может, самая примитивная модель балки на трех опорах устроена так. Пусть опоры будут одинаковыми пружинами, а сама балка жесткой и практически недеформируемой. Тогда балка своим весом одинаково сожмет все три пружины. И, по закону Гука, силы упругости в этих пружинах тоже будут одинаковыми. Получается, что в этой модели вес балки распределяется поровну между всеми тремя опорами. Но, конечно, эта модель имеет весьма ограниченную область применения. Гораздо чаще мы встречаемся с противоположным случаем, когда у нас есть жесткие, почти не деформируемые опоры, как, например, опоры какого-нибудь моста. И гораздо более деформируемая по сравнению с этими опорами балка, лежащая на них. И сейчас мы перейдем к рассмотрению этого случая. Возьмем и разрежем такую балку пополам над средней опорой. Ясно, что концы половинок поддерживаются равными силами, и значит на среднюю опору приходится половина веса всей балки, а на крайней по четверти. Но это еще не все. Ведь каждая из половинок балки прогнется под своим весом, и между концами балок над центральной опорой появится некоторый угол. Но в сплошной балке такого угла быть не должно. Поэтому представим себе, что мы приделали к торцам два рычага и стянули их друг к другу. Ясно, что это действие разгрузит крайние опоры и тем самым нагрузит среднюю. Поэтому на крайние опоры будет приходиться меньше четверти веса балки, а на среднюю больше половины. И вот мы получили качественные оценки для нагрузки на три опоры. А для того, чтобы получить точный результат, в курсе сопротивления материалов составляют и решают дифференциальное уравнение. И в рамках этой модели получается следующее. На крайние опоры приходится по 3,16 веса балки, а на центральную опору, оставшиеся 10,16 или 5,8 веса. А мы с вами дифференциального уравнения решать не будем, а вместо этого двинемся смешанным экспериментально-теоретическим путем. Мы проделаем несложные опыты и, используя их результаты, с помощью опять же не очень сложных теоретических соображений, приблизимся к результату, которые получаются с помощью решения дифференциального уравнения. И, конечно, было бы очень хорошо измерить распределение нагрузки на разные опоры с помощью весов или датчиков силы, но у нас под рукой оказалось всего два датчика. И поэтому мы решили воспользоваться теми результатами, которые мы получили с помощью трех датчиков пять лет назад во время семинара с тренерами команд турнира юных физиков. В этом эксперименте мы постарались как можно точнее выставить датчики по одной прямой и положили на них тонкий длинный кабель-канал, который мы предварительно тщательно выпрямили. Вот результаты нашего эксперимента. И видно, что в пределах погрешности они отлично согласуются с предсказаниями теории. 62% нагрузки приходится на среднюю опору и по 19% на крайнее. А как бы мы могли узнать распределение нагрузки, если бы у нас вообще не было датчиков силы? В этом случае нам на помощь приходит закон ГУКа. В школе мы привыкли к тому, что закон ГУКа применяется только к пружинам, и учили, что удлинение пружины пропорционально приложены к ней силе. Но на самом деле закон ГУКа может быть применен в гораздо более широком круге разных ситуаций. Рассмотрим балку, которая опирается только на две крайние опоры, и подведем под нее среднюю опору. Если поднимать среднюю опору вверх, вес балки будет постепенно перераспределяться на нее. Нарисуем еще два положения балки. Самое верхнее, когда она выгнулась так, что весь ее вес приходится на среднюю опору. И еще одно, когда все три опоры находятся на одном уровне. Теперь сформулируем главную идею. В силу закона ГУКа, нагрузка на среднюю опору пропорциональна высоте подъема середины балки над нижней точкой. И когда все три опоры находятся на одном уровне, эта нагрузка так относится к весу балки, как стрелка А относится к полной стрелке Б. Мы получили руководство для опыта, и мы сделали этот опыт. Балка на двух концевых опорах прогнулась на 89 мм. Обратите внимание, что концы балки опираются на небольшие блоки, чтобы опоры не мешали балке прогибаться своим трением. А балка на центральной опоре прогнулась на 55 мм. Сумма этих двух прогибов составляет 144 мм. Это означает, что в случае трех опор равной высоты, нагрузка на среднюю опору относится к весу балки, как 89 к 144 мм. И наши расчеты, основанные на законе ГУКа, опять великолепно согласуются с теорией. И это еще не все. На том же семинаре тренеров ТЮФ, о котором я уже говорил, один из его участников, Максим Зеликман, предложил рассмотреть приближенную модель балки, состоящую из четырех недеформируемых частей, соединенных крутильными пружинами. Такая модель легко решается. А потом мы стали наращивать число частей, и вот балка из девяти частей, построенная в программе «Живая физика». Здесь на центральную опору приходится 63% всего веса балки, а на крайней по 18,5%. И мы опять получаем хорошее согласие с точной теорией. И вот мы решали нашу задачу, используя разные модели, подходя с разных сторон, но самый важный шаг был сделан практически в самом начале, когда мы отказались от представления о балке как абсолютно жесткой. И сказали себе, что балка – это упругое, деформируемое тело, которое подчиняется закону Гука. И надо сказать, что закон Гука стоит за всеми моделями, которые мы после этого использовали. Закону Гука подчиняются крутильные пружины в модели в «Живой физике». И та модель непрерывной балки, которая используется в учебниках сопротивления материалов, она тоже основана на законе Гука. А теперь наш традиционный заключительный вопрос. Мы взяли балку и один ее конец прикрутили к опоре. Сейчас балка другим концом опирается на опору такой же высоты. Если я ее уберу, то виден заметный прогиб балки на этом конце. Возвращаю опору на место. И теперь, собственно, вопрос. А как распределяется нагрузка между опорами в этом случае? Если вы внимательно смотрели наш ролик, вам не составит особого труда ответить на этот вопрос. И ваши комментарии пишите под нашим роликом на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!